Время новостей Время новостей Время новостей Сейчас только начало сезона В знаковые события отправляется Первое судно, которое везет Технику, оборудование В середине сезона будут отправлены И бойцы студенческого строительного отряда Также в этом году Приберут еще три территории Архипелага земля Франции Иосифа Это острова Букера, Хейса и остров земля Александра К другим темам Сегодня Международный день семьи В Архангельске в АГКЦ До 15 часов адвокаты, юристы, нотариусы И специалисты органов ЗАГС Проводят бесплатный прием граждан По вопросам семейного законодательства Именно так в областном центре Стартовала неделя семейного права Завтра в областной библиотеке имени Добролюбова Пройдет семинар на тему Правовые основы брака и семьи До 21 мая будущих молодоженов Специалисты отделов ЗАГС Организуют экскурсии, лекции и беседы К международному празднику Приурочили и конкурсы Стафеты семейного успеха Те, кто связан брачными узами Поделились своими семейными историями и традициями Моя семья, моя история Номинация, в которой выступала семья Абрамовых Мама Виктория, папа Евгений Сыновья Владислав и Денис Впервые попробовали себя в подобном конкурсе Они рассказали о своем прадедушке Который принимал участие в Великой Отечественной войне Мой прадед воевал под городом Выборг Принимал участие в военных действиях Три с половиной года Дважды был тяжело ранен День победы встретил в госпитале Вернулся с войны живым После этого, имея первую группу инвалидности Он прожил еще 28 лет Конкурс эстафеты семейного успеха Проводится в Архангельске в 15-й раз В этом году участвовало 16 семей Каждая заявила о себе в одной из трех номинаций Моя семья, моя история Эко-семья и семейный выходной Награждение победителей было приурочено К Международному дню семьи Организаторы конкурса Ставят целью не столько обеспечить Состязательность и выявить лидеров Сколько привлечь внимание к институту семьи Как таковому Поговорить о существующих проблемах Отцовства, материнства и детства Попродвигать идеи здорового образа жизни, преемственности, духовной и нравственной семейной культуры Каждая семья сама принимает решение Идти принимать ли участие в конкурсе Это безусловно семью сплачивает Потому что есть прекрасная возможность Показать все свои лучшие стороны Поделиться своим опытом воспитания детей За время существования конкурса В нем приняло участие более 230 семейных команд Некоторые по несколько раз А это значит, что в Архангельске очень много крепких семей Со своими традициями, интересами и устоями Екатерина Исакова, Денис Линчевский, Архангельское телевидение В столице Поморья состоялись решающие интеллектуальные баталии Третьей гуманитарной олимпиады наследники Ломоносова Напомним, ее победители получают путевку в телепроект «Умники и умницы» И шанс поступить без экзаменов в МГИМО В этом году в финал вышли 9 юных орудитов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Приморского, Холмогорского и Пинишского районов Еще 18 ребят показали свои знания в роли теоретиков Общей темой стало творчество Аркадия Гайдара По итогам первой игры «Покорять Москву» поедет Артур Ширяев из Северодвинска Наверное, была одна из самых неожиданных игр То есть и красная дорожка проиграла, и я на желтой дорожке проиграл И в конце концов зеленая игрушка оказалась проигрышной И поэтому, конечно, для меня было приятно, но удивлением Когда Игорь Анатольевич Орлов сказал, что именно я прохожу дальше Ну, значит, это ответственность, надо готовиться, и я буду готовиться к следующему туру Победителями второй и третьей игры финала стали Мария Могунова из Архангельска И учащийся у Луковецкой средней школы Константин Федорушков Компанию составит Дарья Попова из Мирного, набравшая больше всех баллов в качестве теоретика А также Юлия Стрельцова из Коряжба Еще один волшебный билет достался именно ей В Архангельске впервые прошел фестиваль «Юный прыгун» Его организовала детско-юношеская спортивная школа имени Павла Усова В фестивале приняли участие более ста мальчишек и девчонок, а также некоторые из родителей У нас ведь очень много на начальной подготовке новичков ребят И хотелось, чтобы каждый ребенок выступил на каком-то соревновании И вот придумали фестиваль, потому что возрастная категория разная И к соревнованиям тоже не все подходят ребята А здесь есть возможность поучаствовать и показать свои, чему они научились Ребята, которые делают свои первые шаги и прыжки на акробатической дорожке и батуте Должны были выполнить несложные упражнения Каждого участника оценивали судьи Лучших по итогам двух дней наградили памятными призами Это вся информация к этой минуте До встречи в 16 часов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова